Модель маски взрывается. Напоминание надеть маску звучит во всех видах транспорта ежедневно. 12 раз в день, утром и вечером, полицейские, представители транспортных предприятий и сотрудники администрации проверяют соблюдение противоковидных мер среди пассажиров. Ограничения Роспотребнадзора нельзя игнорировать. Прежде всего, чтобы не заразить других и не заболеть самому. В последнее время все чаще нежелание жителей надевать маски сменяется на понимание и одобрение проводимых проверок. Чтобы не самой не заразить, а окружающих не заразить. Я сама не отработаю больше, потому что я все соблюдаю. Надо обязательно и носить так, как положено, и расстояние между другими обязательно должно быть полтора метра, и обязательно делать прием. Здесь надо строже все время. Не просто так. Я иногда стою и говорю, а где у вас маска? Я и то иногда... То огрызнется, то и как. А так и ничего, молодцы. Вот аспект откуда-то одевает. Значит, есть, значит, нужно, значит, можно. Касаются противоковидные ограничения не только пассажиров, но и работников транспорта, кондукторов и водителей. С 1 января по 11 июля у нас проведено 1240 рейдов, за которые проверено более 24 тысяч транспортных средств, высажено 3600 чуть больше пассажиров и составлено около 300 протоколов на злостных нарушителей масочного режима. Роспотребнадзор напоминает, даже прививка от COVID-19 не является освобождением от ношений маски в общественном транспорте. Ограничения могут снять только в случае выработки коллективного иммунитета. А это значит, что привиться должны как минимум 60% населения. Мы все рассказываем о том, что масочный режим не отменен, о необходимости вакцинации, буклеты раздаем, маски с собой носим, всем, кто забыл, раздаем. И только единицы высаживаем из транспорта – это те люди, кто принципиально не хочет носить маски, надевать их в транспорте. За прошедшую неделю из транспорта высадили 136 таких принципиальных пассажиров. В отношении одного из них даже составили административный протокол. С начала этой недели нарушителей масочного режима проверяющие пока не выявили. Михаил Ермоленко, Григорий Пешаков. События.